Здорово, ребятки! Ну что, я приветствую вас сегодня на новой рубрике, которая называется «День с фотографом». И сегодня мы будем фотографировать рекламную кампанию для радио Юмор-ФМ. Я вам расскажу, как все это происходит, и расскажу 10 самых главных правил профессиональных фотосессий. И самое главное правило будет, конечно же, в конце. Поэтому досмотри ролик до конца, поставь ему лайк, сердечко и какой-нибудь хороший комментарий. Типа там, Володька, ты молодец. Ну что, погнали! Пункт номер один. Это знаете что? Это хорошее настроение и наличие колонки на площадке. Музыка имеет огромное значение. Правда, ребят, музыка имеет значение? Газовая колонка? Газовая. Я про флоу просто отначал. Флоу. Вот, видите? Короче, флоу на площадке во время съемки супер важная вещь. Поэтому всегда берите колонку, либо узнавайте, есть ли она. Я беру свою, потому что в комплекте в студии, может быть, колонка не очень. А у меня нормальная джебель. Второй момент какой? По секрету вам скажу, ребят, не включайте колонку и музыку с самого начала. Это очень важная история. Почему? Потому что если сразу включите, мы еще, видите, готовимся. Еще съемка не началась. Видите, да? И если сейчас включить музыку, вечеринка начнется раньше банкета. Понимаете? И когда уже будет съемка, все немножко подустануты такие, типа, блин, Володь, ну, как бы это скажется. Поэтому я советую включать, когда прям начинается съемка. А сейчас можно включить тихонечко, либо пока не включать. Потому что сейчас, ну, все заняты, там делают дела. Это важный момент. Это, ну, там такой профсекретик маленький. Это позволит вам получить лучше фотки. Короче, колонка есть. Включим, когда начнется съемка. В общем, друзья, ну что, начинаем подготовку к съемке. Смотрите, у нас с вами какая задача? Мы будем фотографировать рекламную кампанию для Юмор ФМ. У нас будут вот такие вот макеты. Это вот то, что мы должны сделать. И мы будем снимать на белом фоне, чтобы потом делать обтравку. То есть это будет вырезаться фон и подставляться под дизайн макеты. Так как задач у контента будет много рекламного, мы будем не снимать полностью все с цветным фоном, а это будет делаться потом на постпродакшене. Это удобно, это быстро. Это позволит менять дизайн макеты, расставлять шрифты, потому что задача сделать красивый макет, который будет привлекать внимание. Вот, будем снимать мы на белой циклораме. Циклорама – это такая вот белый фон полностью, который переходит в стену. В чем его смысл? Преимущество в том, что вы, когда фотографируете за вами белый фон, видите, он бы полностью заходит достаточно высоко. Это позволяет вам снимать человека, допустим, с низкой точки. Вот видите? То есть и у вас не попадает слишком много потолка. То есть у вас есть белая стена, которая за вами, за головой. Это удобно. То есть поэтому делается циклорамой. И также вы можете двигаться, допустим, отойти в одну сторону, в другую сторону, и у вас не коротенький фон, вот такой вот, который обрезается, а у вас, видите, он широкий. Это классно. И еще, видите, обычно циклорамы покрашены все здесь тоже в белый цвет. И если, допустим, вы захотите внезапно снять человека вот так вот, допустим, к окну, ну, к окну, когда, допустим, свет от окна, к примеру, вы захотите его снять, резко повернуться, у вас есть все как бы пространство, которое белое, и если что, на посте можно будет там что-то подправить, это удобно. Вот. Поэтому белая циклорама всегда используется для съемки каталога, рекламы и прочих таких штук. Вот такая вот история. Ну что, ребятки, расскажу, на что я сегодня буду снимать, на какую технику. У меня с собой есть два аппарата, R5 и Canon R. Объективчик у меня есть 24-70, это стандартный объектив, очень удобный, хороший. Вот. Дальше у меня есть 70-200, это классика жанра, на него я снимаю в основном всю рекламу. Почему? Потому что, когда ты снимаешь рекламные фотки, часто они идут в макетах, в дизайне, где нужна правильная перспектива. И вот это достаточно плотная такая перспектива, она хорошо сочетается с геометрией текста и со всей этой историей. Поэтому в основном снимаю на него. Вот. Он очень резкий, кайфовый, объективчик, просто супер пушка любовь. Ну и также, вы помните, что я делаю скидки на фототехнику, поэтому любой фотоаппарат, объектив и любую технику вы можете купить по отличной цене. Кстати, ребят, пункт номер 4, это хорошее настроение на площадке. Заряжайте сами себя, чтобы вы могли дарить людям радость и хорошее настроение, что вам можно доверять, что вы не нервничаете, что вы спокойный и профессиональный человек. Поэтому немножко хорошего настроения точно не повредит. Вот. Это сделает съемку легкой, люди расслабятся, и результат получится лучше. Итак, пятый пункт, важный, снимать на компьютер. Вот. Это супер важная история. Я буду фоткать на компьютер. Почему? Потому что, когда вы работаете в компьютер, вся команда, все люди могут на площадке отслеживать результат. Потому что снимать на фотоаппаратик, на мониторчик, ну это же вообще типа не вариант. Любого фотоаппарата он маленький. И это типа, ну вот так, типа, посмотрите, посмотрите, но это же не серьезно. Вот. А на компе у вас есть сразу же Capture One. Вы снимаете, у вас фоточки загружаются сюда по проводу. Я же покажу, как это подключается. И вы видите сразу результат, подходите, думаете, это, допустим, не то. Там свет другой или что-то. Люди смотрят. А еще вы, когда работаете, они сюда сразу попадают. И, допустим, продюсер съемки, заказчик, говорит, Володь, я вот хочу еще вот это. Или, о, вот этот кадр классный. Вот этот все. Все, готово, давайте дальше. То есть, как бы, это позволяет команде контролировать процесс, помогать. Ну, то есть, команде быть командой. Короче, работать все вместе. Вот. Это прикольно и важно. Поэтому старайтесь снимать всегда в комп. Не всегда можно снимать на Apple, не на Apple, на любой компьютер. То есть, можно поставить программу, кабелек, кабелек и кабель. Короче, снимать с кабелем в компьютер, в ноутбук. И это будет классно. Для таких вещей, смотрите, что у меня есть. Видите, ребятки, у меня есть специальный стол для ноутбука. Вот. Он крепится вот так. Они есть разные. Можете посмотреть в интернетах. Вот. И на него ставите компьютер. И вы идете снимать. Вот так вот, допустим. И у вас есть компьютер. Вы так снимаете. Так пил, 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 пил. Так смотрите. Ага, все окей. Он за вами ходит. Сам, правда, не ходит. Но важный момент, кстати. Видите, он тут не крепится, а конкретно здесь. И может ноутбук упасть. Можете дернуть за... И он упадет. Поэтому у меня есть... Гаффер. Гаффер, ты. Его фишка в том, что он... Ничем не пахнет. Он, короче, прочный. Вот. И отрывается удобно. И при этом он не оставляет следов грязных. И я, типа, просто возьму и свой компьютер вот так вот, короче, приклею. Это выглядит уродливо, но это может помочь спасти жизнь вашему компьютеру. Поверьте мне, за 14 лет фотосессии я столько его повидал. Поэтому не стесняйтесь делать все очень... Как это называется? Очень прагматично. Приклеивайте компьютер скотчем, и будет вам счастье. И компьютер скажет вам спасибо. Скажет спасибо, отец. Отец. В общем, обычные короткие USB кабели, ох, они вам подойдут для телефона, для фотоаппарата, фотки перекинуть. Но длинный USB кабель должен быть только хорошего качества. Потому что если вы подключите дешевый какой-то, он не будет работать. Потому что большая будет, как бы, скорость передачи данных, и он должен быть качественным. Поэтому есть специальные оранжевые кабели, называются Tender Bulls, Tender Bulls, Tender. Короче, Tender. Вот такие. И вот. А я взял другой кабель, потому что того не было в наличии. Мне нужно было срочно. И я придумал, какой решить. Я в конце ролика вам скажу. Да нет, сейчас скажу. Короче, этот кабель конкретно, это от шлемов виртуальной реальности. Лайфхак от Володьки. И он как раз высокого качества и позволяет передавать много данных. Потому что шлемы виртуальной реальности, они очень много передают данных. И он подходит для фотоаппаратов. Видите, мы на скотч прикрепили. Вот, видите, он. Никуда не. Тусовка. Диджей. Еее. В общем, наш кабель, это шлемы виртуальной реальности. Мы вставляем в компьютер. Вот. Пил-пил. Видите? Володька. Будем снимать. Мы в Capture One. Вот она, Capture One. Вот. Capture One он называется. Вот эта программа, это программа для того, чтобы ваш фотоаппарат отправлял фотки сюда. Пойдемте, покажу. Вставляем наш тайп-си шнур в фотоаппарат. Можно вот так вот обернуть. Тут еще есть такая штука, которая зажимается отвертками и типа зажимает кабель. Вот. Вот. И когда вы делаете фотографию, пил-пил, она автоматически по кабелю сразу летит в компьютер. Смотрите. Видите? Вот он компьютер. Мы же его еще приклеили. Наш диджейский пульт. Вот. Видите? Сразу фотка. Вот. И очень удобно. В каком плане? Что вы можете взять фотографию, потемнее сделать, посветлее сделать. Понять, что с ней как, да? И там, допустим, фотка не нравится, удалили. Там фотка нравится, оставили, да? И это классно. Когда вы фотографируете, допустим, я сейчас сниму. Когда фотографируете прямо, фотографируете боком, вот. Вот. Он автоматически может поворачивать фотки. Это настраивается в компьютере. Вот эта вот история. Видите? У меня выключен вот этот поворот горизонтальный. У меня все фотки вот так вот здесь. Вот. Это удобно для меня, потому что я все вот так вот снимаю. Ну, очевидно, что я снимаю людей, да? И они занимают максимум кадра. То есть, ну, я не снимаю группы людей. Если группы, можно перевернуть. Вот. Это называется автоповорот. Он настраивается в камере. Удобная штука. Вот. Так вот именно настраивается сам рабочий процесс. Ребятки, ребятки, я еще вам скажу признание честосердечное моего такого маленького фейла, который я годами не понимал. И только недавно, вот там, несколько лет назад я это понял. Я вам в конце ролика об этом честно расскажу. Мы подключили все наши устройства. И я сейчас вам расскажу, как я буду выставлять свет. С чего начинается освещение вообще любой съемки? Знаете, с чего? Правильно, это с удлинителя. В Сибири говорят переноска. Я же из Сибири. Удлинитель. Мы же в Москве. Короче, вставляем его сюда. Это питание. Вот. Видите? Он светится. Светится зеленый. Зеленые глаза. За твои зеленые глаза. У нас есть сегодня три основных базовых макета. Задача номер один. Вот такой вот у нас будет макет. А вот у нас есть макет номер два. И макет номер три. Вот я вам покажу их отдельно. Вот так вот они выглядят. Это наши черновые макеты. И мы будем под них снимать. Везде должен быть белый фон. Какой мы будем выставлять свет? С чего начнем? Первое, это с фона. Самое простое. Мы возьмем просто источник света. И поставим его на штатив. У нас есть два вида штативов. А есть вот такие вот на колесах. Супер классные. Вот. Есть большой. Я про него отдельно расскажу. Вот тоже на колесах с грузами. Видите? Есть вот такие вот C-стенды. Этот штатив называется C-стенд. Потому что у него, видите, такие три ноги. Вот. Он используется в кино. Очень хороший, удобный штатив. Он позволяет высоко-высоко поднимать. Поэтому мы ставим свет. Начинаем с освещения фона. Мы просто его зальем обычным светом, рефлектором. Сбоку так выставим, чтобы он просто освещался, равномерно светился фон. Мы не будем снимать людей в рост с ногами особо. То есть у нас не будет такая история в съемке. Поэтому наша задача сделать, чтобы сзади был освещенный фон. И он может немножечко давать контрового, чтобы давать такой легкий объем. Специально контровой я делать не буду. Мне не очень нравится. Вообще, в принципе, супер-контровой свет. Вот такой вот он немножко, по мне, чуть-чуть как бы фейково будет смотреться. Мы все-таки хотим, чтобы они не были такими выпуклыми вот прям полностью. Это же будет дизайн, текст. И это будет лишнее. Поэтому сделаем аккуратненько. Ставим где-нибудь вот здесь вот. Вот. Когда ставите, понимаете, что вот здесь вот часть света, видите, она же вот так вот летит. И она будет вот сюда лететь и может попадать на человека. Следите за этим. Мы здесь наденем рефлектор и посмотрим, чтобы он не попадал на человека, который будет стоять вот здесь. Потому что, если не заметите, он может прям сильным контровым прям светить. Нам здесь это не нужно. Вот. Ну, в общем, первая история. Мы выставим здесь источник света. Пойдемте дальше. Основной свет. Как мы будем светить? Пойдемте, покажу. Мы берем, прежде всего, нам нужен рисующий основной свет. И мы возьмем большой октабокс. Пойдемте. Какой-нибудь красивый. Мы берем октабокс. Октабокс это 8 по латыни, наверное. Короче, 8. Восьмиугольный такой вот модификатор света здоровый. Мы его берем. Он нам нужен, потому что он даст нам основной мягкий свет. Вот, тащим его. Вот. Аккуратно тащим. Номер один будет. И также мы еще возьмем вот такой вот большой софтбокс. И вот такой вот мы возьмем софтбокс. Он у нас будет с мягчающим светом снизу. И третий, ребята, у нас будет источник. Это попробуем еще добавить, знаете что? Портретную тарелочку жесткую, чтобы чуть-чуть добавить небольшого контраста. Потому что вот этот здоровый мягкий источник света, он неплох. Если светить его сверху, им он даст достаточно хороший такой общий баланс цвета. То есть будет мягкий объем. Вот. Нам нужен не супер контрастный такой вот цвет, а наоборот бьюти светящийся такой вот. Как, собственно говоря, у Бенетона, да, на рекламных кампаниях. Но мы хотим попробовать. Мы. Я и Володя. Володя, я. Короче, я хочу попробовать добавить еще жесткий свет там же, где будет основной источник. Дополнить его, чтобы чуть-чуть добавить контраста. Чуть-чуть как бы оживить вот этот мягкий свет от октобокса. Потому что он же плоский полностью. А понимаете, если вы смотрите на какие-то окна и на какие-то источники, вот посмотрите туда. Видите окно? Там оно не просто в ноль белое, а оно как бы... Там есть рефлексы. Какие-то яркие части, какие-то, ну, светящиеся. То есть там разные-разные такие вот нюансы. Оно не полностью белое, знаете, засыпанное облаками. Поэтому, чтобы нам сделать такой более реалистичный, красивый свет, мягкий, нам нужны такие вот яркие нюансы. Вот. Это отсылочка, кстати, к параболическим зонтам. Возможно, ролик уже готов. Это отдельная история. Супер дорогая, супер профессиональная, супер классная. Как будет готов, вы увидите здесь напоминалочку про него. Вот. Едем дальше. В общем, надеваем источник света. Байонет про фото удобнее тем, что он просто надевается и зажимается. Это достаточно удобно. Но есть нюанс, что если тяжелая насадка, и он не сильно новый, он может иногда вот так вот соскальзывать. Ну, то есть этот не соскальзнет, потому что он легкий. А если тяжелый большой источник, иногда соскальзывает. Если старый источник, или здесь уже такое, все, немножко зажурканное. Вот. Это наш ужесточитель легкий, так сказать. Кстати, ребят, вот эта штука, прекрасная манфротовская стойка, офигенная. Знаете почему? Она уникальна тем, что у нее здесь есть элементы управления. Вы когда надеваете сюда источник света, вот, вы можете потом с помощью ручек регулировать его положение вверх-вниз, слева-вправо. И это суперудобно. То есть это позволяет вам, типа, не там, не лазить, а, типа, чуть-чуть его повернуть. Прям классная штука. Прям классная штука. Ну что, ребятки, я практически настроил наш свет. У нас будет сегодня Octabox. У нас будет Softbox, это смягчающий. И будет тарелочка портретная, металлическая, как маленький рефлекс нюанс. Посмотрим насчет нее, убавим, либо вообще можем убрать. Вот, и также у нас еще будет источник света, который мы не подключили. Сейчас мы его подрубим, вот, и будем уже тестить. Ребятки, очень важный момент, когда вы приезжаете на съемку, это позаботиться, знаете, о чем? О том, как вы будете выглядеть. Это супер важная история. Вам может показаться, что неважно, как вы одеты, да, то есть, и можно одеть любую одежду, но всегда проследите над тем, чтобы, во-первых, у вас была свежая, чистая одежда. Чтобы вы, как говорится, в пожаре сборов к съемке не надели что-то грязное, что-то воняющее или несвежее, по крайней мере. Вот второй момент, это важно одеваться достаточно спокойно, чтобы вы на площадке чувствовали себя комфортно, чтобы вы были уместны. Обычно я одеваюсь ярко, потому что я люблю яркую одежду, даже на съемке. Но сегодня у меня, видите, такой классный лук, это стилист Анна Назарова собирала мне одежду. Это один из ее таких простых луков. Вот, если интересно, ребятки, заходите в ее телеграм-канал. Вот ссылочка, она выкладывает классные луки для парней, девчонок, где купить одежду. Очень советую. Кстати, она сегодня и работает на этом проекте стилистом, я с вас не обязательно познакомлю. Но, возвращаясь к одежде, это важная история. Поэтому запомните, если вы едете куда-то на работу с людьми, постарайтесь выглядеть максимально комфортно, но при этом презентабельно, чтобы вы производили правильное впечатление. Что, ребятки, я фоткаю? Знаете, какой прикол? На самом-то деле, во время фотосессии можно использовать широкоугольный объектив. Сейчас вам покажу, смотрите, как прикольно. Можете посмотреть на компе. Подходим близко, смотришь на меня. Да, лицо. Смотрите, ребята, вот видите, фоточка. Это снято на 24 миллиметра. Это очень широко, но для таких фоток это прям самое то. Вот, когда чистый белый фон, все красивенько. Видите, как прям такая очень настроенческая картинка. Для юмор-фм самое то. У нас сегодня было три таких макета. Вот, я изначально продумал то, как мы будем это снимать. Естественно, это будет циклорама. Я знал, что нужно будет использовать объектив не слишком длиннофокусный. Конечно, у меня на съемках всегда есть 70-200. Это длиннофокусный зон для портретов. Но так как у нас два человека в кадре, и, допустим, вот такие вот портреты, снимать будет слишком-слишком плотно. Вот. Это важная история. Почему? Потому что, когда делаются макеты для рекламы, нужно, чтобы всегда были плечи, и вот эти все истории не обрезаны. Потому что, если ты слишком плотно скадрируешь, потом люди будут ругаться, и нужно будет это подставлять из других фоток, плечи наращивать. А это, конечно, достаточно замудренно, я могу так сказать. Короче, ребят, пункт номер восемь. Это еда. Всегда позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы на площадке было чем перекусить. Я советую, что покупать. Советую покупать орешки кешью, потому что их все едят, и они вкусные. Раскладывать их в стаканчики, и люди, если захотят, могут взять их и съесть. Вот. Потом. Важный момент – это бананы. В данном случае мы взяли бананы, но они удобные, но, видите, приезли зеленые. Поэтому, наверное, буду новые заказывать. Но бананы, короче, удобно. И, естественно, шоколадочки всякие с чайком, кто захочет, и лимонадики. Вот. Мне этот очень нравится. Фейхоа – просто пушка, бомба, самолет. Офигенно. Ну, кола, лайт, сок, там, все дела. Это важно, потому что, когда ты работаешь, ты, конечно, может, бургеры не съешь, но если у тебя урчет живот, и ты голоден, то это может немножко тебя отвлекать. Хотя я, когда работаю, конечно, не ем. Практически. Конечно, не ем. Нет, не ем, конечно. И один из важнейших пунктов, знаете, что это? Это команда. На самом-то деле очень важно работать в кайфовой команде, чтобы у вас были классные ребята, которые помогают делать вам крутой продукт. Познакомьтесь с Таной. Стилист в вашем проекте. Она подбирала одежду, ребятам, следила за тем, чтобы в кадре все было четенько, красивенько и правильно. Вообще, в принципе, команда важна на любом этапе. Не только, когда вы снимаете, допустим, какую-то рекламную кампанию. Это очевидно, она важна. Но даже если вы только начинающий фотограф, и вы хотите сделать свою какую-то первую съемку, в любом случае найдите какого-то начинающего визажиста, какого-то начинающего стилиста, кого угодно, кто возьмет на себя какую-то маленькую часть работы. Потому что если вы пытаетесь сами сделать все, вы все сделаете, либо не сделаете вообще, либо сделаете все очень плохо. Поэтому это важнейшая история, которая позволяет делать классные проекты. Это команда. Правильно? Правильно. Да? Да. Да. Подписывайтесь на ее канал. Она выкладывает... Что ты выкладываешь в своем канале? Я выкладываю туда образы, я выкладываю туда подборки вещей, и выкладываю туда всякие крутые фотосессии, особенно старые, для вдохновения. Да. Подписываю все, кто там участвовал, и не только фотографов, но и стилистов. То есть все вот эти вот именно ретро-крутые съемки я выкладываю там. Вам будет очень полезно, это классно для развития. Так что спасибо, Анна, за классную работу. Мы сегодня сделали офигенные фотки. Все довольны, просто капецка. В общем, откровение. Я кучу лет снимал всегда в фотоаппарат, в компьютер, очень давно, но я никогда не использовал никаких пресетов. То есть я просто вот оригинальную картинку, что получается, то я, собственно говоря, и показывал клиенту. Все были, в общем-то, довольны, но как-то несколько лет назад мне один клиент говорит, типа, блин, я не понимаю, я хочу какую-то картинку, что-то как-то вот, ну как это выглядит? Я говорю, нравится? Я не знаю. Ну как бы, есть люди, которые не понимают, как это выглядит картинка, то есть им нужно что-то вот поконкретнее. Я в этот момент накинул пресет, и человек такой, о, круто, мне нравится, все офигенно. И я, знаете, что понял, что нужно всегда накидывать какой-то итоговый лук на картинку. То есть не показывает человеку сырое изображение, потому что он смотрит, оно как бы, оно же с камеры, оно же, типа, никакое, там нет ни контраста, ничего, оно просто какое-то блеклое, да? Понятно, что мы знаем, там, я знаю, вы знаете, что ее можно настроить, обработать, все это как бы не проблема. В формат же снимаем, да, в сырой. Но вот это вот само ощущение, клиент такой, типа, блин, ему не нравится, и людям меньше нравится. А когда ты видишь готовую картинку с контрастом, все такие, о, классно, они заряжаются, моделям больше нравится. Поэтому это вот такой вот был момент интересный. Я вот честно признаю, что я, короче, такой вот у меня был маленький фейл, кучу лет я просто не использовал, потому что считал, что это не нужно, да? То есть, ну, как-то, ну, и нормально, и все, да? Сейчас я всегда накладываю какой-то лук, потому что так нравится больше клиентов. В общем, ребят, обещал самый последний важный пункт в работе проффотографа и вообще профессионала. Короче, знаете, что самое главное, ребят? Самое главное, приезжать заранее. Сегодня я приехал за час до приезда вообще всех, чтобы прийти в фотостудию и посвятить час подготовке. Это важнейшая история. Минимум закладываете час предварительно, когда вы снимаете какую-то коммерцию, лучше полтора, если вы не готовы. Придите, посмотрите, возьмите оборудование, поставьте, настройте, чтобы когда пришли люди, у вас, конечно, возможно, будет еще много времени. И сегодня у меня было время несколько часов там свободного, да? Но я был спокоен, я был сосредоточен на создании работы, контента и не парился, потому что все было подготовлено. Когда ты приезжаешь тютелька в тютельку, там, за 10 минут, постоянно происходит закон подлости, что-то у тебя ломается, какая-то что-то у тебя не так. Вот мне, допустим, даже сегодня мы начали снимать, у меня вспышка не работает, то что-то не работает, пока заменили, это все время, и заказчик такой смотрит тебя, ну, блин, как бы, чувак, ты как-то это, это никому не нравится. Поэтому всегда приезжайте заранее, делайте себе вот этот дополнительный час, потому что многие торопятся, и они кажутся, что вот это все лишнее, зачем тратить время, там, приехать можно прям тютелька в тютельку, но по факту ты работаешь в таком стресс-режиме, и ты просто хуже работаешь, потому что очень много чего нужно держать в голове. Уважайте свой внутренний мир, не напрягайте себя лишнее, потому что, когда вы приезжаете заранее, у вас есть время выдохнуть, сделать себе чашечку кофе, чая, посидеть, подумать, настроиться, и максимально круто сделать свою работу. Всех обнимаю, целую, ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, пишите комментарии, если вас интересует индивидуальное обучение фотографий, ретуши, либо свету, напишите мне в телеграме, у меня там есть постик, ну и также вы помните, что я делаю скидки на пототехнику, поэтому любой фотоаппарат, объектив и любую технику вы можете купить по отличной цене. Обнимаю, целую, спасибо, ребятки, до новых встреч. Короче, я смеялся, просто у меня есть такой смех, типа, и она издалека комната такая, о, чайка, вот, и узнала мой секрет. Да? Чайка? Чайка, ну да. А ты в год чайки родился. В чем секрет красивого голоса, скажи? Нет никакого секрета, у меня просто от рождения такое. Ну то есть у тебя такого не будет уже. У тебя уже будет... Я пошел фоткать тебя. Привешь?